Мы сказали, что у нас есть две вещи, если не дарим и если не зерут. Не дарим это клятва, обещание. Человек сказал не дар, что я не буду этот хлеб есть, не имеет права есть. Для него стал этот хлеб как некошерный. Или назир. Назир, кто вам говорит, что я, если говорить сегодняшний день, я назир, не имеет права пить вино, не имеет права есть виноград, не имеет права стричь свои волосы, и также не имеет права оскверняться нечистотой мертвеца. И по сути говорит, так, иш, мы сказали вот так, ишки яфли недар, ишки яфли линдор недар, назир ла хазир ла шэм. Мы говорим, вот эти, недар и назир еш хэкэш, то есть мы их сравниваем, и закон, который относится к недару, относится тоже и к назиру. И спросил Агамара, Агамара сказала так, что человек, который сделал недар, он может нарушить два сопротивления, как в недаре, человек может нарушить, что баль-я-хэр, что значит не дел свои слова холь, ты сейчас что-то осветил, он сказал, я не буду это есть, и сел, он нарушил свое обещание, нарушил свой недар. Или он запаздывает, он сделал недар, принести корбан, и задерживает, нарушает запрет, чтобы не опаздывать. И говорит Агамара, 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 Баль-я-хэр, Убаль-я-хэр. Даже Назир тоже нарушает вот эти два запрета. Не нарушать свое Назарейство и не запаздывать со своим Назарейством. Говорит Марак, окей, понятно, что он нарушил. Если он съел виноград или выпил вино, он нарушил обед Назарейство, обед Назиру, так скажем. А как он может нарушить, не опаздывай? Потому что когда он сказал с того момента, когда он сказал, я Назир, он становится Назир. Как он может опоздать? Мы сказали на предыдущем листе, что Марак объяснил одно объяснение. Рава сказал, что когда он говорит, что я до смерти 30 дней буду, имейте в виду, до того, как я умру, я 30 дней буду Назир. Один раз я сделаю. Один раз я сделаю. Вопрос, когда он сделает, он не имеет право сказать. Кто знает, когда он умрет? Сказали, на кого это похоже. Похоже на Коэна, который говорит своей жене, вот тебе Гет. Это Гет будет действительный за полчаса, за час, за момент до моей смерти. С какого момента это Гет уже имеет определенную силу? С этого момента, потому что он может сейчас умрет. Если она жена Коэна, она не имеет права больше кушать труму. Это первый ответ. Дальше Гумара говорит еще несколько ответов. Гумара говорит так. Как он может быть запоздать с Назиром? Он сказал, вот я Назир. Ты стал Назиром сразу. Раваха Барьякову дает второй ответ. Он говорит. Он дал обед Назируто, когда находился на кладбище. Теперь. Все согласны, что как только он взял на себя обед Назиром, даже он на кладбище. Теперь Назир не имеет права быть на кладбище, не имеет права склоняться мертвецами. Но несмотря на то, что он принял этот обед, этот Назирут на кладбище, все согласны, что он тут же становится Назиром. На него действует. Но здесь он нарушает какой запрет, не запаздывай. Если он запаздывает, он задерживается на этом кладбище и не выходит оттуда быстренько. Он задерживает. Мишунда Камакарны, Зирута Тахара. Теперь он кроме этого должен очиститься. Должен принести корбан, семья почистать, пепел красной коровы ему нужен. Поэтому так как он откладывает вот этот отчет и начало Назирства, Этим образом он нарушает обед, не запаздывается с Назирутом. Рав Аха, бред, рав Ика. Он дает другой пример. Он говорит так. Он нарушает запрет по бритцам. То есть он опаздывает с бритцем. Назир должен принести три корбана. Корбан Ола, жертву всесожжения. Корбан Хатадзе, жертву искупительную. И Корбан Шеламим. Шеламим потом, часть его варится, часть его съедает коэн, часть его съедает тот, кто принес, часть делится с друзьями. Он был там, было место, где лишкат для Назиров было. Чего? Лишкат Адазирим. Шешан Адазирим, мы вошли в этот Шеламим. Была палата для Назиров. Если ты видишь, его здесь стригут, сзади стоит казан. Там, где ж варился его корбан Шеламим, туда, под этот огонь, бросали его волосы, которые с него состригли. Теперь, что он делает? Он закончил свой, уже закончил свой Назиров. Шешан сказал, я сегодняшний день Адазирим. Сколько дней Адазир он? Минимум 30 дней. Если не сказал, сколько. Минимум 30 дней. Закончил. Но не постригся и не побрился. Теперь есть два мнения. Одно мнение говорит, что пока он не постригся и не побрился, законы Назирута еще к нему относятся. Не имеют права пить вино, не имеют права кушать косточки, не имеют права кушать виноград. Теперь, как он нарушает? Потому что он задерживает. Он сейчас опаздывает с завершением своего Назирута, потому что не побрился и не постригся. Это одно мнение, которое говорит, что пока не побрился и не постригся, продолжаются у него все запреты. Есть другое мнение, которое говорит, что то, что он не побрился и не постригся, не задерживает его. Все, прошли его 30 дней, он не побрился. Но, когда он принял на себя обед Назарейцева, это как бы один общий обед, что он Назирут. Он начинается с тем, что он не будет пить, не будет стричься. И чем заканчивается? Заканчивается тем, что он принесет хорбонот и побрился и постригется. И так как он еще не заканчивает последнюю фразу, своего Назарей, Назирута, он нарушает запрет, не опазывается своим Назаретом, Назирутом. Продолжать экстра не можешь? Нет. Положен он закончить. Только закончил, закончил. Это у нас следующий трактат Назарет. Два. Следующий трактат у нас будет трактат Назирута. Следующее объяснение. Четвертое объяснение. Манзутра Берея Даравмари говорит так. Когда он нарушает запрет, не опазывается Назирутом, когда он опазывается принесением своих корбонот. Обычно есть время для принесения корбан, обычно это три праздника. Здесь вопрос, сколько, но как бы там ни было. Теперь, мы бы подумали, в Торе написан запрет. Человек, который сделал недр, принести корбан, должен его принести. Не может его откладывать на потом, в следующий год, через год, через два, через пять. Нет. Тора говорит, Не запаздывай со своим обещанием, выполнись его, с выполнением своего обещания, потому что я взыщу, спрошу это с тебя, спросит с тебя Бог твой. Теперь, мы бы подумали, говорит Мара, что несмотря на это, что есть запрет не опаздывать с корбаном, со всеми корбаном, есть еще отдельный запрет для назира. Почему? Потому что мы бы подумали, Хидуш хум шехича тораби назир. Законы назира, мы как посмотрим, есть хидуш, они никаким другим законам не относятся. Они ни с чем, на ничто не похожи. Что-то новое, чего не было как бы в Торе, Тора это хидуш, новое. Поэтому мы бы подумали, так как у этого назирута есть хидуш, им есть что-то новое, то может быть, у него нет запрета не опаздывать со своим корбаном. Так мы бы думали. Поэтому говорит Мара, что нового в назируте, что необычного? Он может по-русски правильно сказать, необычного в назируте. Что необычного? Первое. Облегчение, которое у него есть, кула. Что за кула? Им киллах, аллахат мишло, что не отца. Если назир не принес все три корбана свои, а принес только один. Митсву он исполнил. Все, закончил. Закончил, не зерут. Почему? Потому что мы бы подумали, что он не обязан, он не проходит Бебальта Ахер. Почему? Потому что другие корбановы человек может сделать недер, и он говорит, я вот этого порошка принесу корбан. Этим он стал обязан принести корбан. Но человек, который видит назира, он говорит, вот он корбан, какой несет корбан? Назир? Я такой же корбан принесу. Он что-нибудь должен принести или нет? Не имеет, не нужно. Корбан назира может принести только назир. Поэтому другие корбаны, но он не подписан. А корбан назир, но он не подписан. Человек такой себя корбан не может обязать. Поэтому я бы подумал, не могу такой корбан себе обязать принести. Может быть, нет запрета опаздновать со своим корбаном Назирута, со своим незирутом. Говорит Гумара, нет. Должь. Дальше, говорит Гумара. Несмотря на это, говорит Гумара, есть корбан, который... Мы тоже не можем скопировать, как бы. Вот этот назирут, корбан назир, он может скопировать? Не может. Он не может сказать, вот он приносит корбан назир, я тоже принесу. Не может. Есть другие корбаны, которые человек не может скопировать. Например, хатат хелев и хатат юледет. Большинство корбан, которые приносили раньше, бета-мигдаши, шогейк. Какой человек, мы думаем, шаббат, да? Неначально нарушил шаббат, принес корбан. Нет. Большинство тогда было проблем с хелев. Хелев это внутренний жир, который нельзя есть. Поэтому иногда, если еще хелет или мясник, Кацав был невнимательный, потом, может быть, он звонил, говорит, что мне нужно, там немного жира осталось, это был хелет, он должен принести курбан, хатат хелет, называется, другой хатат юлетит, хатат юлетит, это женщины, которые родили, они должны принести курбан. Вопрос, почему? Одно из описаний, что когда женщина выражает, она клянулась, что я больше к мужу не подойду, но говорит мара, объясняет ран, что, а если там есть свидетели, 10 свидетелей там, в этой комнате, в роддоме, что она ничего не обещала, что она ничего не клянулась, она должна этот курбан принести или нет? Мысли же. Все равно, даже не мысли, эпидуролу ей сделали, у нее ничего не болело, она не страдала, все равно должна этот курбан принести. Эти курбаны человек тоже не может скопировать, человек не может сказать, о, он несет курбан, хатат хелет, и я хочу принести такой курбан. Не работает. Но несмотря на то, что она принесет курбан какой, я такой же принесу, но несмотря на это, что их нельзя скопировать, все равно тот, кто эти курбаны запоздал, он нарушает запрет, не опаздывая со своим курбаном. Вот мы видим, что, несмотря на то, что этот курбан скопировать нельзя, как курбан Азерута, все равно есть то, что он не опасный. Говорит, Мара, там в чем проблема? Когда человек приносит этот курбан за то, что съел запрещенный жир, курбан что делает ему? Курбан ему дает капара, он его очищает, он его искупляет. А что она когда приносит, что ей помогает? А ничего ей не надо. Из какой искупления? Этот курбан роженицы помогает ей кушать кудашим. То есть она сейчас имеет право кушать жертву мяса курбанод. Например, курбан Песах. Пока она не очистилась, пока она свой курбан не принесла, она не имеет права кушать курбан Песах. Или другие курбанод, которые она имеет право кушать. Поэтому здесь эти курбанод принесли митсва. Почему? Потому что если ты эти курбанод не принес за жир, за хелеб и за роженицу, если эти курбанод не принес, то эти курбанод задерживают тебя в исполнении другой митсвы. Поэтому, Рахамим, ты обязан их принести. Но Назир, который курбан не принес, что задерживает? Есть, когда он приносит свой курбан, ему можно пить вино. А пить вино в митсва или нет? Нету митсвы пить вино. Хотя есть такое, которое говорят, что есть некоторое мнение, что вино кедуш на шаббат или на емто, это митсва поторе. То может кто-то другой сказать, кедуш, он выйдет. Поэтому то, что он принесет свой курбан, ему не поможет исполнить какую-то другую митсву. Три. Поэтому, как мы сказали, несмотря на все эти хедуши, несмотря на все эти новшества, то, что мы сказали, то, что есть в Назируте, все равно человек, который задерживает свой курбан Назирут или задерживает свое Назарество, не начинает сразу, он нарушает запрет Бальте Ахер, что он нарушил запрет с запозданием своего Назирута. Теперь. Рабай, который курбан Назирут приносит, там три курбана Шармон. Это же можно делать по отдельности? Что по отдельности? Шалом. Мы поздравляем следующий трактат Назир. Мы трактат Назируем безразлично закончим, потом перейдем на трактат Назир. Дальше, Миштана привела пример Ядот. Что такое Ядот? Мы сказали, что человек может поднять кружку, даже не держа ее полностью, а держа ее за ручку. То есть, неполная фраза про обещание, неполная фраза про Назир, уже говорит, что ты обязан этот Назир исполнить. Ты не сказал Назир до конца. И Мишна привела три примера. Стоит внимательно, он говорит, а умер ли хаберок? Говори Мишна так. Мудра не мимка. Рахамим. Мудра не мимка. Я, что это недр? Я делаю недр от тебя. То есть, это как можно принести пример, как люди в доме. Мое, мое, твое, твое. Я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Там мы через пару недель будем с вами читать. У каждого была своя монета. И кто приходил с его монетой в магазин, в супермарк, ему ничего не давали. Поэтому мудра не мимка. Первое, он говорит, я от тебя недр делаю. Второе, муфрашане не мимка. Я от тебя отделяюсь. И третье, мерхокане мимка. Я от тебя отдаляюсь. Недр, да? Второе, отдаляюсь. И третье, отделяюсь. Потом. Что? Где я от тебя отделяюсь? Что я от тебя поем или от тебя попробую? То есть, я отделяюсь, отдаляюсь. И я даю недр, что я не буду ничего твоего кушать или не буду ничего твоего пробовать. Асур. После всех этих выражений, Мишна говорит Асур. Что отсюда мы видим? Ядот, недарим, кендарим. Он сказал, что мне Асур. Здесь слово Асур было или нет? Я обещаю, что я не буду у тебя есть. Я обещаю не у тебя пробовать. Или я отдаляюсь от тебя. Теперь слово Асур, здесь мы видим, было три. Мудрани, муфрушане, мерхокане. А потом написано, что они охелах, что они той мах. Три высказывания сначала, два высказания потом. И потом слово Асур один раз написано. Уходит, что вопрос. Гмара приводит слова Шмуэля. Говорит, что. Все, что Гмара, Мишна сначала сказала. Мудрани, мимха, я недар даю от тебя. Или я отдаляюсь от тебя. Или я отделяюсь от тебя. Говорит Шмуэль. Пока он не закончил, не сказал, что я не буду у тебя есть. Или я не буду у тебя пить. Не считается это, что он сделал ядод. Должен сказать. Мудрани, мимха, шеани, охелах. Я недар даю, что я от тебя ничего не буду есть. Или как бы если у тебя что-то съем. Если точно перевести. Поэтому. Но если он просто сказал. Мудрани, мимха, я недар даю от тебя. Он еще ничего не сказал. Как объясняет Ран. Дело. Шема и Суракла. Ве Афилу я. Шену мухи. Ло хаве. Он ничего слова про запрет не сказал. Пока сказал, я от тебя отделяюсь. Поэтому. Кроме этого. Следующий лист нам объяснит. Что он скажет. То, что я сказал, я от тебя отделяюсь. Я не хочу бизнес с тобой делать. Или я не хочу с тобой разговаривать. Сказал, что я не имею вкушек. Поэтому Шмуэль говорит. Эта фраза должна быть полная. Я отдаляюсь от тебя. И не буду от тебя. Не есть ничего твоего. Или не пробовать ничего твоего. Но Гмара приводит Брайту. Это наша мечна. Брайта. Говорит так. Мудрани, модер, анимимха. Мифрушани, мимха. Мерухакани, мимха. Арезы Асур. Там слово Асур написано в этой Брайте два раза. Сначала после трех раза. Я от тебя недар сделал. Я от тебя отдалился. Я от тебя отделился. Арезы Асур. И потом шани охелеха. Шани тоэмнаха. Что я не буду у тебя есть. Или не буду у тебя пробовать. То. Арезы Асур. И снова говорит Брайта Асур. Что получается? Что каждые эти три выражения. В отдельности они уже как я. и получается, что не нужно говорить, как сказал Шумуэль. Рахамин. Это не может быть в шумуэль. Вы не можете быть в шумуэль. Вы должны уйти в шумуэль. Вы пришли к партию, к бар-митву. Вы должны идти к бар-митву. Спасибо. Окей. Рахамин. Поэтому, даже если он не сказал полностью предложение Мудрани Мимхача, а не Охэльлах, он уже запретил. Не сказал полностью, уже запретил себе. Поэтому гмара на следующем великолепе скажет, что все-таки у нас есть махлокер. У нас есть спор между Брайтой и Мишной, но сейчас Мишна пытается примирить Мишну и Брайту, чтобы не было у них спор. Как она пытается их примирить, говорит гмара так, что интересный вопрос за это мы скажем, что Хатам Софер говорит, что очень важно, что человек думает, что человек говорит. Человек, который сказал, я буду назирить за 30 дней до смерти. С этого момента он обязан быть назирить всю свою жизнь. Потому что мы не знаем, когда эти 30 дней начинаются. Рахамин, вы не знаете? Даже ему уже 90 лет, 100 лет, он должен быть назиром. Потому что он сказал, что за 30 дней до смерти я буду назиром. Кто знает, когда ты умрешь? Никто не знает, когда эти 30 дней начинаются. Давай. Четыре. Дальше. Поэтому говорит мара дальше так. Рахамин. Говорит мара так, что как примирить Брайту и Мишну? Надо изменить то, что сказал Шмуэль. Шмуэль сказал так. Мудрани мимха харезе асун. Что? Брайта говорит. Я отделяю м недр делу от тебя, и это запрещено. Что это значит? Если он не сказал, что я не буду тебя, есть. Мудрани мимха шаани охеллах. Что он сказал так. Мудрани мимха харезе асур. Рахамин, я тебя объясняю. Я слышу. Я тебе недр взял, что я здесь запретил. Что? Имеется в виду. Гу асу де асур вахавиру мутар. Если он сказал предложение полностью. Мудрани мимха шаани охеллах. Я недр делаю, что если я от тебя что-то съем. Он не имеет права ничего у своего друга кушать. Но его друг имеет право у него кушать. Почему? Потому что он сказал. Я недр делаю от тебя, если я у тебя что-то съем. Шаани охеллах. Вот эти слова, что я, если я твоего что-то съем, показывают, что его недр относится только к нему, кто делает обещание. Но если говорит Шмуэль, Гумара пытается применить Шмуэля с Брайтой. И если он говорит Мудрани мимха шаани, и не говорит, что он не охеллах. Он говорит, я недр делаю от тебя. Чо недр не говорит, что я тебя не буду кушать или не буду пробовать. Шаани хэн асурин. Тогда оба не имеют права пользоваться вещами друг друга. Когда он говорит Мудрани мимха, я недр делаю от тебя. Объясняет Ран. Машма мудрани мимха саи мимха у минхасеха. Я отделяюсь от... Я и мое имущество отделяется от тебя и от твоего имущества. Получается, когда он фразу сказал не полностью, он запретил и себе, и тому, о ком он сказал. А если он сказал Мудрани, я от тебя отделяюсь. Для чего? От всего. Ни я, ни ты не имеешь права пользоваться ни моим, ни своим имуществом. Но если он говорит, я от тебя отделяюсь, что я у тебя не буду ничего есть, тогда он только запретил себе есть. А и мы, потому что он это четко, ясно там сказал. Теперь. Мы сказали, человек должен очень внимательно думать, что он говорит. Был случай, что человек заболел. Человек болел, потому что она... Пришли к нему домой, помолились шахарит, протрубили для него в шофар, потом сказали, слушай, у меня есть принятие, которое говорит, что человек, который болеет, может после шахарита сделать скидуш, еще до мусава может покушать. Он прыгнул куда не надо и сказал, я недорделую, что пока синагоги не выйдут, я кушать не буду. Получилось так, что в синагоге закончили мусав, и они в синагоге не ушли. Почему там оказался большой даршан, который говорил, ты вредь ура, он еще там их час, два, три задержал. Теперь вопрос, он что имел в виду? Он имел в виду, что когда мусав закончится, я буду кушать. Но как он это сказал? Он сказал, когда они уйдут, выйдут в синагоге, я буду есть. И это большая проблема. Ему теперь, скорее всего, нужно было делать аторат на дарим, чтобы ему разрешить есть. Поэтому мы с вами говорили, что человек, когда говорит что-то, связанное с на дарим, он должен это сказать. Подумать недостаточно. Но то, что касается цедаки, и то, что касается святости курбано, человек подумал, уже, скорее всего, он должен будет это сделать. Мысли для святости достаточно мыслей. Для недарим нужно необходимо сказать, высказать свой недар, который ты должен его словесно сказать. Подумать недостаточно. Но для митвот, для кудашим, есть мнение, которое говорит, что даже ты подумал, уже ты обязан это сделать. Например, человек пришел, бедняк, мы с вами говорили, ты вытащил ему деньги, но он тебя не заметил и прошел. Ты не можешь свои деньги обратно поставить, потому что они как бы отделились для цедаки. Мы говорим с вами, что есть выход, что человек один раз в жизни должен сказать условия, что то, что я деньги вынес, пока я ему не дал, пока он меня не взял, это не его деньги. Вопрос, когда я вытащил, чьи это деньги уже. Поэтому я один раз делаю условие, что пока я эти деньги, он не получил, они мои деньги. Тогда уже я могу спокойно эти деньги положить обратно в карман. Но если это условие я не сделал, тогда я вытащил, я не могу поставить, эти деньги выделены для цедаки, кому я могу дать еще и так далее. Поэтому человек должен быть очень внимательный. Вы можете оставить себя рядом и в любую... Это дальше потом посмотрим, но как бы там ни было, человек лучше сделать условие, что пока деньги он не получил, это мои деньги, поэтому я могу их обратно поставить себе, положить себе в карман. Амин и Амин.